Здравствуйте, уважаемые зрители! Меня зовут Баранов Александр, я маркетолог строительной системы «Штучная черепица» фирмы Унифа. Сегодня я рад представить вам новый макет, который мы собрали в офисе продаж Запад на Новорижском шоссе. Макет представляет из себя нашу стандартную конструкцию, на которой представлены основные узлы кровли, с которыми сталкиваются наши клиенты. Макет покрыт штучной черепицей фирмы Baltic Tile, модель C-Wave, цвет осенний лист. Ценность наших макетов состоит в том, что наши инженеры тщательнейшим образом прорабатывают каждый узел. Это могут быть и оригинальные решения, которые стоит вам увидеть. Давайте посмотрим все узлы, которые мы можем показать. Начинается монтаж любой кровли с узла карниза. Вы можете увидеть, какие элементы мы используем. Это карнизная планка, аэроэлемент свеса. Под ней представлена вентиляционная лента, водосточная система смонтирована. И вот здесь под желобом капельник конденсата, на который попадает вода с гидроизоляцией. После моделирования узла карниза и монтажа специальных карнизных элементов, кровель переходит в плоскость. У нас также этот элемент представлен. В данном случае, прошу обратить внимание, моделирование произошло правильным образом. Черепица заходит в желоб на 30%. Плоскость у нас покрыта рядовой черепицей. Отличительной особенностью черепицы Baltic Tile является отсутствие половинчатых черепиц. В нашем случае как раз черепица смонтирована без половинчатых черепиц, но при этом монтаж качественный и красивый. После монтажа черепицы на скате, кровель переходит к такому элементу на кровли, как торец. В данном случае торец кровли покрыт бетонными универсальными черепицами фирмы Baltic Tile, которые при монтаже требуют обратить внимание на некоторые нюансы. Например, вот здесь получается отверстие при монтаже черепицы, и мы использовали специальную металлическую заглушку, которая закрывает это отверстие. Карнизная планка, заглушка, черепица. Также интересным выглядит узел стыка двух торцов, и конька. В данном случае это конечная коньковая черепица с полукруглой частью, две бетонные универсальные боковые, и вот в этом месте мы применили специальную металлическую заглушку, чтобы облагородить этот элемент, а также обеспечить отсутствие его намокания. Вот в данном случае, здесь как раз стоит начальная коньковая черепица, мы не стали использовать металлическую заглушку и оставили все, как рекомендует производитель. Вы можете сравнить, как выглядит место, сделанное по инструкции производителя и по нашим рекомендациям там, где конечная коньковая черепица. Конек фирмы Baltic Tile, модель Sea Wave, представляет из себя бетонную черепицу классической полукруглой формы, которая опирается на рядовую черепицу и которая имеет небольшой конус. Именно поэтому данный конек имеет начальную черепицу и конечную. Это следует учитывать при монтаже. На нашем макете представлены вальма и полувальма. Они отличаются тем, что классическая вальмовая черепица полностью опускается в карниз с обеих сторон, а полувальма хребет касается торца кровли, как показано здесь. Интересным для наших клиентов будет вот это место. Это стык хребта и торца кровли. В данном случае это боковая бетонная черепица и начальная хребтовая. Это место, как видим, полностью сгерметизировано с помощью ленты для примыканий и специально удлиненной карнизной планки. На любой вальмовой кровли есть такой кровельный элемент, который называется хребет. В данном случае хребет покрыт коньковой черепицей, а также используется начальная хребтовая черепица. Два хребта, как правило, соединяются в одной точке. В этом месте используется специальная вальмовая черепица, которая соединяет два хребта и конек. На коньке и хребтах мы обязательно рекомендуем использовать аэрлемент конька-хребта. Это специальная лента, которая предотвращает кровельную систему от седувания снега и попадания различного мусора в подкровельное пространство. На многих кровлях есть элемент с внутренним углом. Такой элемент называется индова. На нашем макете он тоже, конечно же, представлен. У нас есть два варианта индова. Это классическая индова с выходом в карниз. Она специальным образом выносится на несколько сантиметров и делается подгиб, исключающий обрезание. Как видим, я могу спокойно водить пальцем, не боясь при этом обрезаться. Здесь мы можем увидеть специальный уплотнитель, который приклеивается с одной стороны на металлическую индову. Второй частью он касается черепички, которая кладется на него. Он нужен для того, чтобы снег и различная грязь не попадала внутрь подкровельного пространства. Вторая индова у нас на макете более сложная. Она с выходом на скат. Как правило, где есть такая индова, происходит стык индовы, ската и примыкания. Такое место, как правило, образует карман. Это довольно сложное место на кровле. У нас на макете вы можете посмотреть, как обеспечить герметизацию так называемого подкровельного кармана или кармана под яндовой. Герметизация происходит лентой для примыканий и специальными металлическими изделиями, которые предотвращают от задувания снега подкровельное пространство. У нас на макете вы можете увидеть стык двух яндов, которые соединяются с коньком, переходящим в скат. Это очень интересный узел. Мы применили здесь логическое решение с коньком, который упирается непосредственно в скат. Герметизация происходит с помощью ленты для примыканий. Более подобно о том, как сделать этот узел, мы расскажем в отдельном видео. На любой кровле есть такой узел, как примыкание. Это когда кровля, кровельный материал, примыкает либо к стене, либо к трубе, например. В данном случае мы имитируем примыкание нашей черепицы к стене. Герметизация происходит с помощью ленты для примыканий, прижимной планки и герметика. На нашем макете есть такой узел, как односкатная кровля. Наши инженеры предложили обойти его боковой бетонной черепицей. На многих кровлях есть такой сложный элемент, как труба. Обойти трубу, в случае со штучной черепицей, можно несколькими способами. Мы предложили способ самый универсальный, который делается с помощью ленты для примыканий. Он делается из кусочков ленты для примыканий, соединенных с трубой специальной прижимной планкой. Более подробно о том, как делать фартук обхода трубы и обойти трубу на смену песчаной черепицы на данном макете, мы покажем в отдельном видео, которое продемонстрируем чуть позже. Сегодня мы рассказали вам о нашем новом макете и технологиях монтажа штучной черепицы. Мы хотим, чтобы ваши кровли выглядели так же красиво и никогда не протекали. Для этого мы сейчас разрабатываем стандарт по монтажу штучной черепицы, а также производим аттестацию прорабов и кровельщиков, контакты которых вы можете найти на нашем сайте www.unigma.ru. Помимо этого мы осуществляем постоянный контроль над работой рекомендованных нами строителей. Спасибо за просмотр, смотрите наш канал, стройте правильно!